Здравствуйте, я Настромо771. Сегодня я хотел бы выполнить тестирование комплексного антивирусного продукта ESCON Internet Security Suite версии 14.0.14.0.18.49 по состоянию на 9 февраля 2016 года. Тестовые мероприятия будут выполняться в операционной системе Windows 10, профессиональная 64-битная. Аппаратная часть тестовой машины, процессор Intel Xeon X5472, 3000 Гц на ядро, 4 ядра, 16 ГБ оперативная память, 1 ТБ винчестер. Все этапы тестовых мероприятий выполняются на реальном компьютере без использования программ виртуализации, за исключением встроенных функций виртуализации процессора. На рабочем столе располагается папка для шифраторов. Здесь находятся объекты, наиболее часто подверженные шифрованию. Различные варианты архивов, видеообъекты различных форматов, документы различных форматов, музыкальные объекты самых распространенных форматов, изображения. Самых распространенных форматов. Если в процессе запуска оставшихся нераспознанных зловредных объектов будут работать программы-шифраторы, мы сможем посмотреть, какие объекты подвергались обработке. Для удобства, во время выполнения тестовых мероприятий, с правой стороны я располагаю диспетчер задач Microsoft, который в режиме реального времени отображает нагрузку на процессор, использование памяти, нагрузку на жесткие диски, сетевую нагрузку. Для определения нагрузок на основные работающие компоненты антивируса работает комода Kill Switch. Для выполнения данного теста мной были подготовлены архивы со зловредными объектами, которые я разбиваю на определенные группы. Архив номер один включает 1370 объектов, которые были собраны в период времени с 16 по 24 января 2016 года. Здесь представлены объекты по нескольку представителей каждого зловредного вида. Второй архив включает 1823 объекта, которые были собраны в период времени с 6 по 15 января 2016 года. Здесь представлены объекты без отбора. Третий архив включает 3116 объектов, которые были отобраны в период декабря 2015 года. Это расширенный архив. Четвертый архив включает 1950 объектов, собранных в декабре 2012 года, без отбора. Пятый, дополнительный архив, включает 314 объектов за февраль 2016 года. Здесь файлы представлены без отбора. Имеется высокая вероятность, что антивирусные сканеры могут не знать зловредность в объектах, которые здесь представлены. Шестой архив включает 660 троянов энкодеров. Данные объекты собираются накопительно по мере поступления. Удаляются только полные дубликаты. Седьмой архив 36 батскриптов. И последний, восьмой архив 34 объекта, которые зловредными не являются, но могут определяться антивирусами как таковые. Перед тем, как приступить к установке антивирусного комплекса и выполнению тестовых мероприятий, архивы с первого по шестой распаковываются на рабочий стол для перепроверки сканером Zimano. Архив номер 1. Архив номер 2. Архив номер 3. Архив номер 4. Архив номер 5. Последний архив, который содержит энкодеры. Распаковка выполнена. Открываю сканер Zimano. Выполняем проверку директории номер 1. Проверяются 1370 объектов. Как зловредные, сканер определяет 1369. Вторая директория на проверку. Сканируется 1823 объекта. Как зловредные, были определены 1821 объект. Третья директория. Проверяются 3116 объектов. Как опасные, были определены 3011. Четвертая директория. Проверяется 1950 файлов. Зловредными, были определены 1948. Пятая директория. Проверяется 298 элементов из представленных. Опасными считаются 278. Последняя директория содержит энкодеры. Как опасные, были определены 657 элементов. После выполнения проверки, распакованные директории удаляются. Корзина очищается. Выполняется проверка на присутствие каких-либо опасных объектов на территории компьютера при помощи сканеров. Zimano Antimalva. Глубокая проверка. Hitman Pro. Malvai Bytes Antimalva. Версия корпоративная. Быстрое сканирование. Данная проверка необходима для того, чтобы подтвердить, что на момент выполнения установки антивирусного комплекса и выполнения тестовых мероприятий на территории машины каких-либо опасных объектов нет. Тем более после демонстрации распаковки зловредных объектов из соответствующих архивов. Ожидаем окончания выполнения сканирований. Завершается сканирование Zimano. Угроз на территории компьютера обнаружено не было. Hitman Pro. На территории компьютера угроз не обнаруживает. Malvai Bytes Antimalva. Каких-либо опасных объектов на территории компьютера не обнаружил. Приступаю к установке антивирусного комплекса. Запускаю дистрибутив. Распаковка файлов. Выполняется установка программного обеспечения. Появляется предупреждение о использовании тестового периода. Версия 14.0.14.00.18.49. Запускаю выполнение обновления. Обновления выполнены. Еще одна проверка. Новых обновлений нет. Выполняется сканирование компьютера. После чего система будет перезагружена. Завершается сканирование. Угроз на территории компьютера обнаружено не было. Выполняю рестарт системы. Программа работает в штатном режиме с настройками по умолчанию. Никаких изменений в настройке в настоящее время я не вношу. Программа по умолчанию настроена таким образом, что автоматически принимает решение по обнаруженным угрозам. Каких-либо новых обновлений Эскан в сети в настоящий момент нет. Пробуем еще раз проверить наличие каких-либо обновлений. Новых обновлений нет. Приступаем к распаковке архива номер один. Вводим пароль и запускаем таймер. В процессе распаковки появляются уведомления о обнаружении опасных объектов. Файл помещается в карантин. Обработано 5% архива. Прошло 30 секунд. Нагрузка. Основной компонент антивируса 22%. Процессор 75%. Распаковано 20% архива. Прошло 2 минуты 15 секунд. Нагрузка. Основной компонент антивируса 41%. Процессор 64%. Распаковано 40% архива. Прошло 4 минуты 7 секунд. Нагрузка. Процессор 37%. Основной компонент антивируса 22%. Распаковано 60% архива, прошло 6 минут 38 секунд. Нагрузка. Процессор 33%, основной компонент антивируса 10. Распаковано 80% архива, прошло 8 минут 33 секунды. Нагрузка. Основной компонент антивируса 9, процессор 31. Распаковано 90% архива, прошло 9 минут 35 секунд. Нагрузка. Основной элемент антивируса 35%, процессор 57. Распаковка архива завершается. Практически все объекты, которые распаковываются, идут с пометкой «Невозможно изменить атрибуты». Приостанавливаю таймер. Нагрузка на основные элементы антивируса падает. Закрываю уведомления. И закрываю диагностические сообщения. Прошло 10 минут 5 секунд. Проверяем количество объектов в директории. Внутри 83 объекта. Открываю директорию. Продолжают поступать диагностические сообщения. Выполняется блокировка некоторых элементов. Пробуем перемещаться внутри директории, но каких-либо уведомлений от антивируса при этом не поступает. Выполняем принудительное пользовательское сканирование и продолжаем учет времени. Приостанавливаю таймер. Сканирование завершено. Было обнаружено 11 зараженных объектов. В директории 73 файла. Переходим к процедуре выполнения пользовательского сканирования. Добавляем в список проверки. Параметры остаются по умолчанию. Выполняем сканирование и продолжаем учет времени. Приостанавливаю таймер. Был обнаружен один опасный объект. В директории тем не менее остается 73 объекта. Боли и угрозы не удалялись. Общее время всех сканирований таким образом составляет 10 минут 36 секунд. Выделяю объекты в директории и выполняю еще одну проверку уже без учета времени. Смотрим объект, который невозможно обработать. Салити. 387 файл. Так как данный объект определяется, но по той или иной причине не удаляется, я ликвидирую его из папки вручную. В директории остается 72 объекта. Перепроверяю оставшиеся объекты при помощи дополнительных сканеров. Hitman Pro считает опасными 18 объектов. Вирус, Рансом, Малва, Трояны, Малва, Трояны. Эти же объекты перепроверяются сканером Zimano. Опасными считаются 23 объекта. Переименовываю директорию по количеству объектов и выполняю архивирование. Устанавливаю пароль. В процессе упаковки каких-либо уведомлений от антивируса не поступает. Свойства архива. Внутри 72 объекта. Более файлы не удалялись. Что касается информации о объектах, которые расположены в карантине. Программа сообщает, что сейчас внутри 1297 файлов. Удаляю все объекты из карантина. Оставшиеся объекты при помощи специального программного обеспечения отправляются на вирус Total. В итоге получается следующая картина. Из представленных объектов 13 в настоящее время являются чистыми. Их зловредность не подтверждается. Оставшиеся 59 разным количеством двигателей подтверждают свою зловредность. Из них более чем 10 двигателями зловредность подтверждена в 18 файлах. Таким образом, процент нераспознанных составляет. Если учитывать все 59 объектов как зловредные, 4,3% ровно. Если рассматривать только 18 файлов, которые подтверждены более чем 10 двигателями, 1,31% от представленных. Исходя из того, что скорость фактической обработки объектов, которые распаковываются на рабочий стол, у данного антивирусного комплекса достаточно высока, я не буду отключать защиту в режиме реального времени на момент распаковки последующих архивов. Выполняется распаковка архива номер 2. Вводим пароль. В процессе распаковки появляются уведомления о обнаружении зловредных объектов, а также вновь предупреждение о невозможности изменения атрибутов объектов. Нагрузка. Основной компонент антивируса 62%, процессор 90%. Открываю директорию распаковки. Теперь можно в режиме реального времени наблюдать за количеством объектов, которые здесь присутствуют. Исходя из того, что данный комплект объектов не подвергался обработке, здесь могут находиться объекты, идентичные друг другу, что мы и наблюдаем. Распаковано более 50%, в директории 223 объекта, обнаружение зловредных файлов продолжается. Нагрузка. Основной компонент антивируса 18, процессор 30. Подходит к завершению процедура распаковки. 320 объектов в настоящее время присутствуют в директории. Пробуем перемещаться внутри. Каких-либо обнаружений более нет. Выполняю принудительное пользовательское сканирование. Сканирование завершается быстро, дополнительно было обнаружено 8 объектов. В директории 312 файлов. Выполняется распаковка архива номер 3. Ввожу пароль. Открываю директорию. Нагрузка. Основной компонент антивируса 35%, процессор 55. Ожидаем окончания распаковки данного архива. Распаковка объектов завершается, однако определение угроз продолжается и количество объектов в директории сокращается. Нагрузка. Основной файл антивируса 26%, процессор 46. Завершается автоматическое определение опасных объектов. Более уведомления о обнаружении зловредных файлов не появляются. В директории в настоящий момент 901 объект. Выполняем принудительное пользовательское сканирование. Начинается обнаружение опасных объектов. Нагрузка. Антивирусный компонент 78%, процессор 99. Завершается сканирование. Было обнаружено 114 опасных объектов. Перемещено 101. В директории остается 800 файлов. Выполняется распаковка директории номер 4. Ввожу пароль. Начинается определение опасных объектов. Открываю директорию распаковки. Подходит к завершению процедура. В директории 22 объекта. Выполняем пользовательское сканирование. Дополнительно было обнаружено 2 файла. В директории остается 20 файлов. Выполняется распаковка архива номер 5. Ввожу пароль. Пароль. Завершается распаковка. В директории остается 62 объекта. Выполняем пользовательское сканирование. Было обнаружено и обработано дополнительно 7 объектов. В директории остается 55 файлов. Следующая директория на распаковку содержит трояны энкодеры. Ввожу пароль. Завершается процедура распаковки. В директории присутствует 17 объектов. Выполняем пользовательскую процедуру сканирования. Дополнительно было обнаружено и обработано 14 файлов. Фактически в директории остается 3 объекта. Следующая директория содержит батскрипты. Ввожу пароль. Распаковка выполнена. Были обнаружены опасные объекты. Открываю директорию. Внутри 21 объект. Выполняю пользовательскую проверку. Дополнительно был обнаружен и обработан 1 объект. Таким образом в директории остается 20 объектов. Опасных целенаправленно написанных вирусов в директории нет. Они были удалены. Следующая директория на распаковку содержит не опасные объекты. Ввожу пароль. Распаковка выполнена. Предупреждений от антивируса не поступает. Открываю директорию. Пробую перемещаться внутри. Реакция со стороны антивируса на данные объекты отсутствует. Выполняем пользовательскую проверку. Все объекты проверены. Угроз обнаружено не было. Через некоторое время автоматическая проверка обнаруживает угрозы и помещает объект в карантин. В директории остается 33 файла. Открываю программу и выполняю сканирование всех распакованных директорий с пользовательскими настройками. Для проверки представлены директории 1, 2, 3, 4, 5, энкодеры, бадскрипты, незловредные объекты, которые могут определяться как таковые. Выполняем сканирование. Сканирование завершается, но почему-то не указывается общее количество проверяемых объектов. Такое чувство, что программа фактически сканирование не выполняла. Еще раз запускаю данную процедуру. Сканирование завершено. Пробую добавлять директории по одной. Бадскрипты. Проверялось 20 объектов, угроз обнаружено не было. Объекты, которые зловредными не являются. Сканируем. Проверялось 33 объекта, угрозы не обнаружены. Опасные объекты, оставшиеся после проверки первой директории. Объекты перепроверяются. 73 файла, угрозы обнаружены не были. Объекты, которые остались после распаковки второй директории. Сканирую. Проверялось 312 файлов, угрозы обнаружены не были. Объекты, которые остались после сканирования третьей директории. Начинается обнаружение опасных объектов. Дополнительно было обнаружено 13 зловредных файлов. Проверялось 800 объектов. К данным объектам действия не применялись. Удаляю данные файлы самостоятельно. В директории остается 787 объектов. Проверяется 4 директория. Проверялось 20 объектов, угрозы не обнаружены. Проверяется 5 директория. Проверялось 55 файлов, угрозы обнаружены не были. Директория, которая содержит энкодеры. Три объекта проверялось, угрозы не обнаружены. Вновь выбираю все директории и запускаю процедуру сканирования. Сканирование завершается, вновь никаких объектов фактически не проверялось. По той или иной причине, когда выбирается большое количество директорий, возникает техническая ошибка, которая не позволяет перепроверять эти директории. Либо информация о проверке отображается некорректно. Пробую выполнить еще одно сканирование, просто выделив директории. И дав команду просканировать. Проверка выполняется. 1303 файла проверялось, угроз обнаружено не было. Выполняю архивирование оставшихся объектов. Переименовываю директорию номер 2 по количеству оставшихся файлов. Устанавливаю пароль. В процессе выполнения архивирования предупреждение от антивируса не поступает. Свойства архива внутри 312 объектов. Угрозы более не удалялись. Третья директория, переименовываю, добавляю в архив. Устанавливаю пароль. В процессе упаковки каких-либо предупреждений от антивируса не последовало. Внутри архива 787 объектов. Файлы более не удалялись. Четвертая директория, переименовываю, добавляю в архив. Устанавливаю пароль. Свойства архива внутри 20 объектов. Более объекты не удалялись. Пятая директория, переименовываю, добавляю в архив. Устанавливаю пароль. Свойства архива внутри 55 объектов. Более угрозы не удалялись. Энкодеры, переименовываю, добавляю в архив. Устанавливаю пароль. Свойства архива внутри 3 объекта. Более объекты не удалялись. Батскрипты, переименовываю, добавляю в архив. Устанавливаю пароль. Свойства архива. Внутри 20 объектов. Более угрозы не удалялись. Объекты, которые зловредными не являются. Переименовываю. Добавляю в архив. Устанавливаю пароль. Свойства архива. Внутри 33 объекта. Более угрозы не обнаруживались. Один файл был удален как опасный, хотя он таковым не является. Выполняю дополнительную настройку программы для максимального определения зловредных объектов. Это касается всех элементов антивирусного комплекса, даже тех, которые фактически в процессе сканирования не задействованы. Настройка антивируса. Опасные объекты сразу помещаются в карантин. Сканируются все. Исключений нет. Архивы сканируются все. Глубина 16. Упакованные объекты проверяются. Включен анализатор кода. Дополнительные настройки блокировки. Защита папок. Вношу в защиту директорию для шифраторов, которая располагается на рабочем столе. Для дополнительного исследования копирую данную директорию без защиты на диск C. Включаю элемент почтовый антивирус. Действие удаления. Исходящая почта также сканируется. Компонент антиспам. Включаю. Компонент веб-антивирус. Включен родительский контроль. Работает взрослый вариант настроек защиты. Фильтр фишинга. Умный, более тщательная проверка. Работу сетевого экрана оставляю по умолчанию. Ограниченный фильтр. Настройки глобальных правил по умолчанию. Правила приложений по умолчанию. Управление приложениями. Компоненты включены. Настроены на максимальный детект и удаление зловредных объектов все элементы защиты. За исключением удаления временных файлов. Что касается обновлений. Выполняются с промежутком минимальным 30 минут. Выполняю проверку обновлений немедленно. Загружен объект и подключен. Что касается запрограммированных и пользовательских вариантов сканирования. Объекты удаляются. Приоритет проверки высокий. Типы файлов все. Сканируются архивы. Сохраняю настройки. Устанавливаю защиту паролем. Открываю директорию номер один. Оставшиеся объекты. Пробую перемещаться внутри. Реакции со стороны антивируса нет. Выполняю сканирование. Объекты перепроверялись. Угрозы обнаружены не были. Еще один вариант проверки. Результат прежний. Вторая директория. При перемещении реакции со стороны антивируса отсутствуют. Выполняю сканирование. Были обнаружены дополнительные объекты. Два файла удалены. В директории остается 310 файлов. Еще одна проверка. Более угрозы не обнаружены. Третья директория. При перемещении внутри директории реакция со стороны антивируса на данные файлы отсутствует. Сканирую. Было дополнительно обнаружено и удалено 4 объекта. В директории остается 783 файла. Еще одна проверка. Более угрозы не обнаружены. Четвертая директория. При открытии реакции антивируса на данные объекты нет. Сканирую. Угрозы обнаружены не были. Еще один вариант проверки. Зловредные объекты не обнаружены. Пятая директория. Реакция со стороны антивируса есть. Начинается удаление опасных объектов. В директории остается 53 файла. Выполняю проверку. Проверялось 57 объектов. Угрозы обнаружены не были. Еще одна проверка. 53 объекта. Угрозы не обнаружены. Директория, где располагались энкодеры. Реакции со стороны антивируса при открытии нет. Сканирую. Зловредность не обнаружена. Еще одна проверка. Угрозы не обнаружены. Директория, которая содержит батскрипты. При открытии реакции нет. Выполняю сканирование. Угрозы не обнаружены. Еще одна проверка. Угрозы не обнаружены. Последняя директория, где содержатся незловредные объекты. 33 файла. Реакция при открытии со стороны антивируса отсутствует. Сканирую. 33 объекта проверялось. Угрозы не обнаружены. Еще одна проверка. Угрозы не обнаружены. Выполняется сканирование из самой программы представленных директорий. Все директории указаны. Параметры выставлены. Запускается процедура проверки. Сканирование выполнялось, однако количество объектов, которые проверялись, не указано. Фактически выполнялась ли проверка, неизвестно. Оставляю директорию номер 1. Выполняю проверку. Указывается количество проверяемых объектов, угрозы не обнаружены. Директория номер 2. Сканирование выполнено, угрозы не обнаружены. Директория номер 3. Сканирование выполнено, угрозы не обнаружены. Директория номер 4. Сканирование выполнено, угрозы не обнаружены. Директория номер 5. Завершается проверка, угрозы не обнаружены. Директория, которая содержит энкодеры. Проверка выполнена. Угрозы не обнаружены. Батскрипты. Проверка выполнена. Угрозы не обнаружены. И последняя директория с объектами, которые зловредными не являются. Сканирование завершается. Угрозы среди данных объектов не обнаружены. Я выполнил все варианты сканирований. Объекты, которые могли быть обнаружены антивирусом, должны были быть определены и удалены. Директорию, которая содержит объекты, которые фактически зловредными не являются, я удаляю, так как в дальнейшем в тестировании данные объекты использоваться не будут. В настоящее время карантин содержит 6689 объектов после выполнения всех операций, распаковок и сканирований. Удаляю все объекты, которые находятся в карантине. Карантин пуст. Резервные копии. Удаляю все. Что касается нагрузок на основные компоненты антивируса. Основной элемент, который участвовал в процессе определения зловредных объектов. На пике виртуальная память была задействована на 861,59 МБ, физическая память 212,83 МБ. Оставшиеся объекты перепроверяются при помощи сканера Zimano. Вторая директория. Как опасные, сканер считает 22 объекта. Третья директория. Опасными сканер считает 491 объект. Четвертая директория. Опасными определяются 3 объекта. Пятая директория. Проверяются 44 объекта. Фактически опасными считаются 27. Энкодеры. Три объекта из трех проверяемых считаются опасными. Что касается BAT скриптов, то 5 из 20 оставшихся сканер считает опасными. Но это учитывая тот факт, что большинство объектов, которые остались, заключают в себе команды операционной системы, которые фактически зловредными не являются, но могут нанести вред, если будут использованы без согласования с пользователем. Я удаляю из директории номер 1 объекты, которые зловредными не считаются. Таким образом, в папке остается 59 файлов. Переходим к последней части тестирования. Это запуск оставшихся объектов, которые не были распознаны как зловредные. Директория номер 1. Для того, чтобы наглядно наблюдать происходящее в памяти, я запускаю комоды Kill Switch, таким образом, чтобы можно было наблюдать проверяемые, неизвестные и опасные объекты, по мнению Kill Switch, в системе. Объект 135. От имени администратора. Появляется в памяти. Приложение блокировано ESCON. Проактивная защита. Объект продолжает присутствовать в памяти. Определен как Троянваре. Вин-32 Энджекто. 139 объект. Приложение блокировано ESCON. В памяти не наблюдается. 202 объект. Попытка старта. В памяти объект не наблюдается. 243. Предупреждение блокирован. Появляется в памяти. Определен как Троянваре вин-32 Энджекто. 273 объект. Предупреждение блокирован. В памяти отсутствует. Мы видим видоизменения в системе. Объекты из директории запуска получили расширение SIG. И частично были сокращены, удалены. Изменены наименования объектов. Что касается прочих директорий, то здесь объекты остаются в чистом виде, как они и были. Таким образом, действие данное зловредного файла касается объектов, которые располагались в данной директории. Я вынужден распаковать 59 файлов заново. Открываю распакованную директорию. Продолжаем запуск. 368 объект. Предупреждение. Блокирован ESCAN. В памяти отсутствует. 378. Ошибка во время выполнения приложения. Появляется в памяти и выгружается. 401 объект. Блокирован. Появляется в памяти. Вновь определен как аналогичный Троян Инджекто. 444 объект. Появляются в памяти элементы и выгружаются. 447 объект. Появляется в памяти. Speedtest. Настройки по умолчанию. По всей видимости, объект китайского производства. Закрываю и из памяти выгружается. 485 объект. Блокирован ESCAN. В памяти не наблюдается. 507 объект. Появляется в памяти, анализируется. Пока каких-либо действий со стороны данного объекта не наблюдается. Предупреждений от антивируса не последовало. 519 объект. Предупреждение о ошибке. Отсутствует библиотека. Закрываю. Предупреждение объект остается в памяти, анализируется и через некоторое время выгружается. 521 объект. Предупреждение. Блокирован ESCAN. 545 объект. Появляется в памяти, анализируется. Запускаются как два процесса. Каких-либо предупреждений со стороны антивируса нет, выполняется какая-то деятельность. Нагрузка на процессор 40-60%. 598 объект. Действие не наблюдается. В памяти не появляется. 612 объект. Предупреждение. Блокирован. Из памяти выгружается. 632 объект. Предупреждение. Блокирован. Присутствует в памяти, определен как Trojan Injector. 634 объект. Появляется в памяти, анализируется. Присутствует предупреждений по данному объекту – нет. 670 объект. Появляется в памяти. Предупреждение. Блокирован ESCON. Определен как Trojan Injector. 671 объект. Появляется в памяти. Анализируется. Предупреждений по данному файлу не появляется. Объекты данной категории присутствуют в виде нескольких процессов. Следующий объект. 696. Появляется в памяти. И выгружается. 731 объект. Деятельность не наблюдается. 733. Появляется в памяти. И выгружается. 741. Появляется в памяти. Анализируется. Блокирован ESCON. Определен как аналогичный Trojan Injector. 759 объект. В памяти не наблюдается. 789. Появляется в памяти. Анализируется. Определен как молва. Каких-либо предупреждений от антивируса пока не поступает. 828 объект. Предупреждение. Блокирован ESCON. Определен как аналогичный Injector. 969 объект. Появляется в памяти. Анализируется. Блокирован. И из памяти выгружается. 974 объект. Появляется в памяти. Анализируется. Предупреждений от антивируса не поступает. Объект пока продолжает присутствие. Через некоторое время появляется уведомление о том, что 974 был блокирован антивирусом. И из памяти выгружается. 1030 объект. Появляется в памяти. Анализируется. И через некоторое время выгружается. 1037. Приложение заблокировано в целях защиты. Поступает информация от администратора. В памяти его мы не наблюдаем. 1081 объект. Предупреждение. ESCON. Объект заблокирован и из памяти выгружается. 1119. Предупреждение о ошибке выполнения инсталляции. 1081. Продолжает присутствовать как инжекто. 1142. Предупреждение. Блокирован. 1189. Появляется в памяти. И через некоторое время выгружается. 1194. Появляется в памяти. Анализируется. И выгружается. 1230. Попытка старта. Выгрузка. 1233. Попытка загрузиться. И объект закрывается. 1237. Аналогичная ситуация. Попытка старта и молниеносное закрытие. Объект 1242. Предупреждение. ESCON заблокировал опасную деятельность. 1259. Попытка старта и мгновенное закрытие. 1266. Появляется в памяти. И выгружается. Так как был блокирован. 1268. Попытка старта и мгновенное закрытие. 1270. Появляется в памяти. Анализируется. И через некоторое время закрывается. 1290. Появляется в памяти. Инсталляция. Заблокирован вредоносный URL. Поэтому возникает ошибка в процессе загрузки инсталляционного пакета Google Chrome. 1295. Действие не наблюдается. 1308. Появляется в памяти. И выгружается. Так как блокирован ESCON. 1311. Появляется в памяти. Выгружается. 1312. Действие не наблюдается. 1316. Действие не наблюдается. 1327. Появляется в памяти. Анализируется. И через некоторое время выгружается. 1329. Действие не наблюдается. 1334. Предупреждение. Блокирован ESCON. 1342. Появляется в памяти. Анализируется. И закрывается. 1346. Появляется в памяти. Блокирован ESCON. Выгружается. 1356. Действие не наблюдается. 1358. Действие не наблюдается. 1363. Это последний объект в данной директории. Попытка запуска и блокировка ESCON. Мы запустили все объекты. Которые присутствовали в данной директории. Выделяю файлы. И пробуем их ликвидировать. С учетом тех. Которые удалить невозможно. Их я пропускаю. В директории фактически остается 11 объектов. Большинство из которых являются подобными файлами. Различными модификатами. По мнению. Killswitch.win32injector. Следующая директория касается троянов-энкодеров. Здесь присутствует три объекта. Пробуем выполнять запуск. Объект 246. От имени администратора. Предупреждение. Данный файл не может быть загружен и работать в данной операционной системе. Объект 414. Ситуация аналогична. Объект 638. Аналогично. Работать в данной операционной системе подобные файлы не способны. Что спасает нас от возможно негативных последствий, которые могли бы наступить, если бы данные объекты могли функционировать. Пробую их удалить. Объекты легко удаляются, так как соответственно в памяти не работают. Переходим к директории номер 5. Здесь осталось 55 объектов. Некоторые из них я запускать не буду. Это файлы документов. PDF. Пробуем открыть. Открывается соответствующий текстовый документ. Следующий объект архив. Пробуем распаковать его в данную директорию. Появляется папка 1. Пробуем запустить элемент. Устанавливаем. Предупреждение. Был заблокирован вредоносный URL. Открывается веб-адрес. Информация о установленном программном обеспечении. И предложение оплатить работу данного программного продукта. Объект номер 6. От имени администратора. В процессе выполнения возникает ошибка инсталляции. Невозможно запустить определенный объект. Седьмой файл. Появляется в памяти. Предлагается установить программное обеспечение. URL был заблокирован. Продолжаем установку. Предлагается интегрировать AskTool.ba. Отключаю данную возможность. И продолжаю инсталляцию. Рекомендуется установить бесплатную конвертацию. Устанавливаю рекомендуемое программное обеспечение. Открывается веб-страница продукта. Скрипт. Объект номер 9. Появляется в памяти. Присутствует, анализируется. Бот. Суперкод. Можно выполнить старт. Ботнет. Деятельность данного программного обеспечения не совсем понятна. Мы не видим что-либо происходящего. Закрываю данный объект. И он из памяти благополучно выгружается. Объект номер 10. Запустить в данной операционной системе невозможно. Двенадцатый объект. Ошибка во время выполнения. Отсутствует соответствующий файл. Пятнадцатый объект. Тест. Для продолжения нажмите любую клавишу. Видимо тест выполнен из памяти выгружается. Шестнадцатый объект. Выполняется соединение и загрузка TurboMeeting. Установка. Запускается дополнительный элемент. TurboMeeting. Закрываю. Пятнадцатый объект. Попытка установить связь и загрузить дополнительные данные. Определяется как неизвестный молва. Ошибка во время установки связи. Объект выгружается. Пятнадцатый объект. Инсталлятор. Выберите язык установки. Оставляем английский язык. Предупреждение. Был заблокирован URL. Объект присутствует в памяти. Анализируется. Сетап продолжает свою деятельность. Bat-to-exe-converter. Bat-файлы превращает в exe. Создаем иконку на рабочем столе. И запускаем элемент. На русском языке. Файл номер 60. Аналогичный инсталлятор. На диск C выполняется инсталляция. Директория создается. Можно запустить данный элемент. Закрываю. Шестьдесят шестой объект. Запустить в данной операционной системе невозможно. Шестьдесят седьмой объект. Появляется в памяти. Опасный URL блокирован. Объект определен как опасный. Инсталлятор. ChatEngine 6.5. Устанавливаем программное обеспечение. Запускаем элемент. Открывается возможность читов. Закрываю и объект из памяти выгружается. Семьдесят восьмой объект. От имени администратора. Инсталлятор. Программа для восстановления данных. Пробуем установить. Какие-либо дополнительные действия не выполняем. Отказываемся от дополнительных возможностей. Открывается сайт данного элемента. Закрываю. Объект номер 80. Появляется в памяти. Анализируется. И через некоторое время закрывается. Из директории удаляется. Объект 94. Появляется в памяти. Инсталлятор Firefox. Принимаем и устанавливаем. Загружается программное обеспечение. Далее идет процедура установки. Можно посмотреть опции. Инсталируем. Выполняется загрузка Firefox. Появляются новые процессы. Все действия выполнены. Установка завершена. Следующий объект 103. Возникает ошибка в процессе выполнения данного программного обеспечения. Присутствует в памяти. Анализируется. Появляются дополнительные элементы. Открывается Facebook. Русский. Окей. Соглашаемся. Для Mozilla Firefox. Дополнение. Новый сервис был создан. Загружается интернет-донлада. Закрываю веб-адрес. Следующий объект для запуска. 109. Появляется в памяти. Определен как молва. Присутствует. 110 объект. Появляется в памяти. Уведомление о блокировке опасного URL-адреса. Сохранить или открыть загруженный элемент. Загружаем. Открываем. Ссылка для скачивания больше не существует, сообщают нам на веб-ресурсе. Версия 6.25. Обновить. URL заблокирован. 111 объект от имени администратора. Открывается, по всей видимости, архивный блок. Переход на веб-адрес китайского происхождения. Надстройки дополнительной не включаем. В пользовательскую директорию пытается выполниться распаковка. 143 объект. Запускается. Присутствует в памяти. Анализируется. Установщик. В Program Files своя директория. Устанавливается дополнительное программное обеспечение. Заблокирован URL. How3606.com. Открывается веб-ресурс. На китайском языке. Появляются дополнительные элементы. Вирусное оповещение. S-Comp. Файл помещен в карантин. Ген-вариант Zussi. Из пользовательской директории. Проброс процессов. По всей видимости, устанавливается дополнительное программное обеспечение. Без участия пользователя. Открывается браузер. Дополнительный. На китайском. Следующий объект. 144. Ошибка во время выполнения. Неверный формат архива. 148 объект. Появляется в памяти. Анализируется. Возникает ошибка во время работы NetFrameWalk. Объект загружается. Для чего он служит, непонятно. Закрываю. 149 объект. Попытка загрузить программное обеспечение. Фильтр. Блокировка URL-адреса. И невозможно сделать данную операцию. 159 объект. Загружаются дополнительные рекламные блоки. Пробую закрыть. Создаются новые сервисы. Фильтр блокировал опасные адреса. Большое количество программного обеспечения дополнительного сейчас находится в памяти. Продолжается установка элементов. Веб-сайты открываются с дополнительным программным обеспечением. В том числе работают в режиме реального времени. Объект 162. Выполняется инсталляция. Успеваю я прервать процедуру выхода. Программа попыталась выполнить принудительную перезагрузку. Тем не менее, некоторые объекты уже успели закрыться. В том числе я не наблюдаю нашего антивируса. Запускаем kill switch. Скрываю безопасные процессы. И опасных проверяемых тут достаточно немаленькое количество. Нагрузка на процессор 80-90%. Что же касается эскан. Пробую запустить центр защиты. Продукт сообщает о том, что частично работа приостановлена. Часть элементов уже успели себя выгрузить из системы. Остается файловый антивирус. Веб-защита. Защита в облаке уже не работает. Брандмауэр остановлен. Таким образом продолжать работу в таком виде невозможно. Продукт работает некорректно. Не стал я полностью выполнять перезагрузку компьютера. Достаточно было выйти и войти вновь в свою учетную запись. Интернет security suite работает в полном режиме. Все элементы подключены и функционируют. Что же касается элементов памяти. То здесь мы наблюдаем лишь частичное присутствие элементов, которые анализируются. Большая часть объектов опасных, которые работали сейчас здесь отсутствуют фактически. Открываем пятую директорию и переходим к объекту 177. Запускаю от имени администратора. Появляется в памяти объект, определен как опасный. Создается новый сервис. Блокировка опасного веб-ресурса. 183 объект. Система начинает притормаживать. Здесь возникает ошибка во время выполнения. 190 объект. Блокировка объекта ESCAN. Но это не 190 объект, это один из объектов, который пытается установиться. Установка Free File Sync. Устанавливаем. Выполняется копирование файлов. Опять запускаются браузеры. Блокировка URL адресов происходит. Загрузка выполнена. Фильтр URL вновь заблокировал опасный переход. Объект 193. Был блокирован ESCAN. 200 объект. Инициализация. Ошибка в процессе выполнения из памяти выгружается. 202 элемент. Инсталлятор. Пробуем инсталлировать. Фильтр блокирует опасный переход. Программное обеспечение установлено. Появляется в памяти. Присутствует. Закрываю. 206 объект. Вновь проброс процессов. И запускается большое количество дополнительных материалов. Закрываю дополнительные элементы. И выхожу из дополнительных программных модулей. Фильтр вновь блокирует опасный URL. 206 объект. Появляется в памяти. Предлагает выполнить генерацию. Кей-генератор. Закрываю. Вновь инсталляция. Опять идет проброс процессов. Большое количество всякого ненужного программного обеспечения на китайском. От Tencent попытка установить дополнительное программное обеспечение. Закрываю без установки. Идет блокировка URL-адресов. Непонятного происхождения. 211 элемент. Запускается. MP2. 2.0. 223 объект. Появляется в памяти. Установка. Data Recovery. Инсталлятор. Пропускаем все ненужные элементы. Которые нам предлагал дополнительно установить этот инсталлятор. Выполняется загрузка программного обеспечения. Идет блокировка вредоносных URL. Возможно загрузить элементы не представится возможным. Ну видимо программа находит альтернативные адреса и потихонечку загружается. Создаются новые сервисы. С большим замедлением, но программа все-таки завершает свою загрузку. Однако объект после загрузки является поврежденным и не может запуститься. Открывается опять веб-браузер, который мы не желали устанавливать. Закрываю. Следующий объект 228. Опять загрузка информации. Инсталлятор. Запускаем. Выполняется загрузка. Благодарим за скачивание. Выплаты на Qwik кошелек. 236 объект. Выполняется старт. Создаются новые сервисы. Объект 246. Появляется в памяти вновь попытка загрузить и установить программное обеспечение. Фильтр URL блокировал адрес и по всей видимости загрузить ничего не получилось. 255 объект. Flash Player Pro. Пропускаем все предложения. Загружается Flash Player. Создаются новые сервисы. Фильтр блокирует опасные URL адреса. Загрузка завершается. Дополнительные программы отклоняем. Устанавливаем. Не удалось установить данное программное обеспечение. Версия не соответствует. И объект закрывается. Попытка открыть веб-адреса. Установка настроек. Здесь Escan блокирует открытие сайта. 256 объект. Инициализация. Блокировка опасного веб-адреса. Повышается нагрузка. Ошибка во время выполнения. И элемент закрывается. 268 объект. Стартует Multihack 5.0. 269. Невозможно запустить в данной операционной системе. 277 объект. Появляется в памяти. Анализируется. Создаются новые сервисы. SPS. Search Protect Service. И последний объект из данной директории 278. Появляется в памяти. Определен как опасный. Создаются новые сервисы. Попытка открыть веб-адрес. URL заблокирован антивирусом. Возникает ошибка. Стартует большое количество элементов подвисания. В связи с чем проявляется. Пробую выделить и удалить все те объекты, которые мы пытались запустить в данной директории. Кроме тех, которые удалить невозможно. Их мы пропускаем. Таковых элементов здесь присутствует 7. С учетом объектов, которые находятся в директории распаковки. Они видимо тоже работают. Блокирован опасный URL адрес. Нагрузка на процессор удерживается в пределах 90%. Объекты из директории легко удаляются. Папка остается. Она блокирована. В настоящий момент мы наблюдаем присутствие в памяти неизвестных объектов, которые анализируются. Объекты, анализ которых пока еще не завершен и возможно положительно не завершится. Два красных опасных элемента. Те объекты, которые мы запускали ранее до сброса системы, к сожалению, здесь не присутствуют, потому что были закрыты. Открываем антивирусный комплекс. Пробую выполнить принудительное обновление. Загружаются дополнительные объекты. Такое ощущение, что автоматическое обновление по какой-то причине не выполнялось своевременно. Переходим к процедуре сканирования. Включаем сканирование с пользовательскими настройками, чтобы сразу выполнить все процедуры, которые здесь расписаны по отдельности. Программы шпионы. Реестр. Сервисные папки. Автозагрузка. Сканировать. Локальные жесткие диски. Параметры. Удалить зараженные объекты. Приоритет высокий. Проверяются все файлы. Сканируются архивы. Выполняем проверку. Данный процесс может занять продолжительное время, потому что будет проверяться большое количество объектов. Ожидаем окончания данного процесса. Начинается обнаружение опасных объектов. Что касается BAT скриптов. Опасные объекты были удалены. Возвращаемся к процессу, который закрывает Explorer.exe. Приостанавливаю сканирование. Выставляю на паузу. Запускаем от имени администратора. И элемент выполняет требуемое действие. Таким образом, объекты BAT скрипты, которые неизвестны антивирусу, будут выполняться. Продолжаю процедуру сканирования. Что касается папки, которая содержит BAT скрипты. Пробуем ее ликвидировать. Она легко удаляется. Это связано с тем, что фактически никакие объекты из данной директории в настоящее время не работают. Завершается сканирование. Было обнаружено 15 зараженных объектов, которые удалялись. Если посмотреть, что за объекты были обнаружены, то наблюдается следующая картина. Первый объект. Конфигурационный архив ESCAN в программ DATE. Файл был удален, так как был поражен в IN32 верлог KEN. Все последующие объекты являются объектами облачной перепроверки ESCAN. Им присвоен дополнительный номер и они располагались в соответствующей директории. Были определены угрозы и удалены. То есть фактически какого-либо стороннего зловредного программного обеспечения обнаружено не было. Один из объектов, который расположен в директории запуска опасных файлов, был заблокирован и в связи с этим не мог быть проверен. Чтобы исключить какие-либо домыслы, выполняю дополнительные процедуры сканирования. Проверяется память, реестр и сервисные папки. Как дополнительное действие, способное обнаружить опасные объекты в системе. Сканирование завершено, никаких угроз обнаружено не было. В системе был установлен дополнительно RISING антивирус, который придется удалять после рестарта, потому что сейчас это сделать невозможно, программа требует выполнить перезапуск. Надеюсь, что данный антивирус не обнаружит и не удалит какие-либо опасные объекты до того, как будет ликвидирован, чтобы картина, которая в настоящее время присутствует в системе, была полностью зафиксирована корректно. В процессе рестарта загружается много дополнительного программного обеспечения. Автоматически стартует страница FUNDAY24.RU, которая прописана, видимо, по умолчанию на открытие. Запускается дополнительный элемент браузер кинопросмотра на китайском языке. В системе стартует AMIGA, mail.ru открывается. Загружается дополнительный элемент Torrentex. Стартует приложение на китайском непонятного происхождения, а также интернет-даунлад менеджер. Запускаю комода KillSwitch. Надо дать некоторое время KillSwitch для проверки файлов, присутствующих в памяти. Смотрим папку для шифраторов. Есть ли объекты, которые здесь подвергались шифрованию. Данная директория была защищена от изменения, поэтому вероятность того, что объекты повреждены, очень невысока. Архивы по внешнему виду повреждений не имеют. Пробуем извлечь. И у нас идет блокировка, отказано в доступе. Данный элемент заблокирован. Видеообъекты все доступны. Документы доступны. Музыкальные объекты доступны. Изображения доступны и находятся в заблокированном состоянии. Здесь у нас появляется дополнительная сетевая директория, по всей видимости. На неизвестном языке, скорее всего, китайская раскладка. Что же касается объектов, аналогичных, которые располагались на диске C. Архивы извлекаем. Доступны, шифрованию не подвергались. Видеообъекты доступны, шифрованию не подвергались. Документы доступны, шифрованию не подвергались. Музыкальные объекты доступны, шифрованию не подвергались. Изображения доступны. Доступны. Таким образом, программы-шифраторы либо не смогли развернуться в системе и работать, либо были уничтожены на этапе выполнения сканирования и распаковки объектов. Появляется уведомление о блокировке опасного веб-сайта. Пробуем удалить директории, которые располагаются на рабочем столе. Не все объекты можно ликвидировать, некоторые приходится пропускать. Директория номер один. Все объекты легко удаляются. Видимо, здесь проблема с папками возникает, поэтому до конца отработать программа не может. Директория номер два. Все объекты удаляются. Следующая директория. Все объекты удаляются. Третья директория. Все объекты удаляются. Пятая директория. Проблема. Удалить не получается. Пробуем удалить самостоятельно в ручном режиме объекты. Но здесь только директория остается, которая заблокирована. Все объекты фактически удалены. Это говорит о том, что в режиме реального времени файлы из данных директорий не работают. Выполняем проверку системы дополнительными сканерами. Zimano Anti-Malva. Выполняю глубокую проверку. Одновременно запускаю сканирование Hitman Pro и Malvai Bytes Anti-Malva. Полное сканирование. Диск C. Ожидаем окончания данного процесса, он займет некоторое время. Hitman Pro указывает на то, что у нас имеется видоизменение хост файла. Zimano Anti-Malva уже обнаружила 36 опасных видоизменений в системе. Подозрительные сертификаты. Настройки браузера. И пошли объекты, в том числе и хост. Данный файл располагается в директории Windows, System32, Drivers, etc. Объект hosts. Открываю через блокнот и здесь мы видим видоизменение, которое внесла программа. Google. Завершается сканирование. Zimano Anti-Malva обнаружила 567 опасных видоизменений в системе. Подозрительный корневой сертификат. Подозрительные настройки браузеров. Это касается практически всех браузеров, которые установлены. Далее. Потенциально нежелательное приложение Mail.ru. Это касается Firefox. Изменение хост файла. Потенциально нежелательный объект Hijack. Окей. Рекламный модуль. Еще один рекламный модуль. Потенциально нежелательный объект Amiga. VK.exe. Потенциально нежелательный. Trojan Win32. Присутствует в Program Files. QQ Browser. Далее идут рекламные объекты. Агент Win32. Потенциально нежелательный. Рекламные элементы. Потенциально нежелательный объект. Реклама. Trojan Win32. QQ Browser. Объект из той же директории. A2 Win32. Потенциально нежелательные объекты. Рекламные модули. Потенциально нежелательные. Рекламные. Потенциально нежелательные. Рекламные. И так далее. Вот прослеживается вновь Trojan Win32. Tencent. A2. Trojan. Trojan. Trojan Win32. Tencent. Дальше пошли вновь рекламные элементы. Завершают категорию A2 Win32. В общем-то глобального поражения системы нет. Несмотря на то, что большое количество указанных элементов. В основном это рекламные потенциально нежелательные объекты. Изменения в браузерах. И изменения хост файла. Данные элементы можно очистить. При запуске браузера у нас открываются дополнительные панели. Предупреждение от ESCAN поступает о том, что идет перенаправление. И попытка использовать по умолчанию службу поиска G-Search. Надстройки готовы к установке. Что касается сканера Hitman. Он фактически находит одно опасное видоизменение в системе. И дополнительно следы. Хост файл видоизменен. Далее. Невирус. PSV2 Win32. Агент обнаружен. Категория Trojan. Далее. Поступает на запуск и работает интернет-даунлад-менеджер. Объект подозрительный. Его необходимо перепроверить. Отправляем на вирус Total. Данный объект опасным не является. Не подтверждается его зловредность. Видоизменение реестра. Остаточные явления. И еще один подозрительный объект. Сервисный, который работает. Цифровая сигнатура не подтверждается. Перепроверяем. Данный объект является опасным по мнению шести двигателей. AVG. Дженериком считает объект. DrWeb Trojan Start Page. Icarus. Потенциально нежелательное приложение. Malwarebytes A2 считает его. Kihu360 Malwaregen. И VBI32. Даунлада. Шесть двигателей. В качестве дополнительного средства проверки системы. Я запускаю Касперский вирус Removale Tool. Завершается сканирование Malwarebytes. Было обнаружено 24 опасных видоизменения в системе. Смотрим результат. По категориям. Среди объектов имеются как потенциально нежелательные, которые галочками не выделяются, так и опасные, которые выделяются для удаления. Среди них присутствует A2. Trojan Proxy Hijack. Это уже регистрационные ключи. В памяти присутствует единственный процесс A2 Defender. Что касается проверки утилиты Касперского. Здесь присутствует утилита, которая не считается вирусом. Еще один объект Agent. Host2Gen. Изменение хост файла. Объект Multigeneric. Обнаружен с помощью KSN. Программа, которая может быть использована для нанесения вреда. Не вирус. Еще один объект. Не вирус. Trojan Spywin32. Trojan Win32 находится в директории ESCAN. Это объекты, которые удалялись. Далее. Trojan Win32 Invader располагается в своей директории. Опасные объекты. Реестр. Каких-либо глобальных поражений не обнаружены. Необходимо удалять дополнительно установленные объекты. Очищать браузеры. Восстановить работу системы. Возможно без переустановки. Что касается общего вывода по проведенному тестированию. Во время выполнения заражения системы оставшимися программами антивирусный продукт активно выполнял блокировку объектов, которые являются опасными и запускалась только часть. Из этой части запускаемых программ выход в сеть активно блокировался интернет секьюрити и в итоге выполнить зловредные действия даже у запущенных программ фактически не получилось. В системе смогли распространиться рекламные компоненты, потенциально нежелательные, но которые, по мнению данного антивирусного комплекса, зловредными не являются. На этом тестирование завершено. С вами был NoStroma771. Спасибо за внимание. До свидания.